Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Друзья, сегодня я вам расскажу о лучших недорогих смартфонах, которые можно купить в 2021 году. На рынке сейчас уйма устройств, и в этом во всем разнообразии очень легко запутаться, и купить в итоге не то, что вам нужно. Так что обязательно смотрите этот ролик до конца, чтобы не ошибиться с покупкой и купить действительно стоящий смартфон. Короче, друзья, будет интересно, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, хотя это удивительно, лайк помчали. А начнем мы с вами с самого бюджетного в нашей подборке, а именно Realme C3, который вообще создавался, я считаю, как такой смартфон начального уровня. То есть он идеально подойдет для тех, кто не требует ничего от смартфона сверхъестественного, который смартфон используют в основном для интернета, звонков и ютубчика. Все же даже несмотря на вот эти вот скромные характеристики, пару таких интересных, я считаю, сюрпризов в нем есть. Например, несмотря даже на низкое разрешение, экран здесь яркий и в целом показывает очень даже достойную картинку. Ну а камеры здесь, конечно, ожидаемо слабые, хотя вот фронталку я бы даже назвал неплохой, а особенно за такую цену. Как минимум люди на этих фотографиях похожи уже на людей. И на том, как говорится, спасибо. Ну а наличие модуля NFC меня вот, честно сказать, радует, а особенно за такие деньги. Все же главный такой козырь Realme C3 это, конечно, автономность. Потому что батареи вот этой на 5000 мАч с учетом нетребовательного чипа и экрана с низким разрешением хватит настолько долго, что вы, я уверен, даже успеете себя спросить, да когда же он, блин, сядет. Ко всему смартфон еще и позволяет вам поиграть в нетребовательные игры. И даже с комфортной частотой кадров, но, правда, при низких настройках. Хотя, вы знаете, в таком ценовом диапазоне вообще слово «поиграть» это большая редкость. Все же, вы знаете, это не единственный ультрабюджетник в сегодняшнем нашем списке, поэтому дальше я вам расскажу о настоящем топе за свои деньги. Ну а если быть точнее, то речь пойдет о Poco M3. Так как при очень низкой цене он современному пользователю дает все, что ему нужно. И полностью оправдывает свой слоган «Больше, чем ожидаешь». Русик, слышишь, я считаю, что этот слоган больше подходит, когда ты, помнишь, с лилипутом в метро подрался. Я вообще считаю, что докторам, наконец-то, надо стать честным и повесить этот слоган у проктолога на двери. Ну мы с вами давайте продолжим. Итак, в качестве экрана здесь установлена качественная IPS-матрица. Она уже с полноценным Full HD разрешением. К тому же смартфон получил еще неплохой стереозвук, быстрый сканер отпечатка пальца и огромную, я считаю, батарею на 6000 мАч, с которой можно вообще не бояться, что трубка сядет у вас к вечеру. Ко всему Xiaomi еще обещает, что вот эта вот батарейка в течение двух лет не потеряет вообще ничего относительно начальной ее емкости. И, кстати, производительность этого смартфона пусть немного, да превосходит ваши ожидания. Ведь, например, в работе интерфейса проблем вообще нет. Да и с играми пусть худо-бедно, но он все-таки справляется. Вы знаете, отдельно хочется отметить в этом смартфоне и дизайн. Потому что даже несмотря на свою цену, М3 получился не только стильным, но и практичным. Ведь вот этот вот пластик на задней крышке стилизован под такую себе кожу. И очень стойкий к каким-либо повреждениям. Так что, вы знаете, можно сказать, что для людей, которые хотят, чтобы смартфон служил долго и не терял еще свой внешний вид, Poco M3 однозначно будет просто отличнейшим вариантом. Ну, а следующий наш бюджетник, вы знаете, удивляет еще больше. Потому что, помимо своей скромной цены, он может похвастаться одной, я считаю, ну очень полезной фишкой. Все же, вы знаете, на первый взгляд, я считаю, что Oppo A53 особо-то и не выделяется. Ведь он получил не особо мощный процессор. Да и в плане дизайна он как для бюджетников так стандартный. Это и камеры далеко не самое сильное место Oppo A53, поэтому мобильным фотографам вряд ли стоит терять время, присматриваясь именно к этой модели. А вот любителям путешествовать вот этот вот смартфон, да, уже рекомендовать можно. Ведь он очень хорошо держит заряд и вполне даже способен проработать два полноценных дня. Да вы вон, если с Русиком в поход пойдете, то у вас скорее еда закончится, чем заряд на этом смартфоне. Те птички тоже хотели есть. Русик, кому ты рассказываешь? Тушенку они есть хотели? И еще одна полезная такая функция, которая может порадовать этот смартфон, это наличием стереозвука. Все же главная фишка A53 это экран с частотой обновления в 90 Гц. И это при том, что разрешение здесь всего лишь HD. Ко всему здесь еще и улучшенный сенсор считывания касаний 120 раз в секунду. Так что интерфейс на этом смартфоне будет не только плавным, но еще и отзывчивым. И могу сказать, что за такие-то деньги это довольно-таки интересный набор. Ведь если зайти на e-каталог, то мы с вами увидим, что Oppo A53 это один из самых дешевых смартфонов именно с быстрым дисплеем. Ну если конечно не учитывать Samsung M32, который еще не добрался до официального релиза, но по первым характеристикам выглядит очень даже интересно. Ну а если смартфон вам нужен именно сейчас, то заходите обязательно на e-каталог, где с помощью удобного и подробного фильтра вы сможете найти идеальный смартфон, который подходит именно вам. Просто берете и отмечаете нужные характеристики и получаете подходящий для себя гаджет. А после еще и самое выгодное предложение сможете найти. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Вы знаете, в итоге A53 дает вам такой набор для активного и практичного человека. Ну а если вам важна камера, то следующий смартфон вам понравится намного больше. Ведь Redmi Note 9T действительно умеет делать качественные и четкие снимки на свой главный 48-мегапиксельный модуль. Чудо, конечно, ждать не стоит, но красиво сфоткать там, например, панораму города, да, или там какой-то пейзаж, или фотку, например, морды кота. Ну у вас получится. Притом я вам хочу сказать, что даже вечером можно получить неплохие кадры. Вы знаете, еще к плюсам можно отнести хорошую производительность. Не сказать, конечно, что это прям игровой смартфон, но я считаю, что большинство проектов у вас все-таки получится запустить там на средних или даже высоких настройках и даже со стабильной частотой кадров. Плюс еще Xiaomi расщедрилась на довольно-таки быструю память в этом смартфоне. Еще не стоит забывать про возможность установки двух сим-карт и карты памяти. Все же вот повышенную герцовку тут добавлять не стали, но оно, кстати, может быть и к лучшему. Ведь так смартфон будет меньше жрать батарейку, а значит и проживет дольше. А если вас вакцинировали уже от коронавируса и еще плюс вживили вот этот чип раздачи 5G сигнала, то вообще без разговоров берите Redmi Note 9T. Вообще не задумываясь. Потому что этот смартфон поддерживает сети пятого поколения. Ну как, собственно, и NFC. А вот следующий смартфон нашего обзора подойдет для тех, кто отвергает всю эту китайщину напрочь. Ему подавай бренд. И вот таким вот людям я могу предложить Galaxy A32. Слушайте, ну как минимум потому, что у этого смартфона есть фишки, которые раньше вообще считались исключительно флагманскими. Например, сканер отпечатка пальца здесь уже поставили под экран, а не вынесли на грань там или спинку, как это принято вообще в бюджетниках. Да, работает он, конечно, не так быстро, но все-таки дает такое ощущение дорогого смартфона. Слушайте, ну поначалу, конечно, неудобно, потому что палец постоянно будет искать сенсор на спинке устройства. Ну а что вы хотите? Пора уже начать привыкать. Ну богатая жизнь. Ко всему еще экран Galaxy A32 получил частоту обновления в 90 Гц. И да слава корейцам, но здесь стоит не обычный IPS, а яркий и сочный суперамолед. А Samsung и суперамолед это всегда удачное такое сочетание. Как пиво с чипсами. Не отрусик. Как футбол и пиво с чипсами. Так что матрица здесь хорошая. Даже не так, я бы сказал, более яркая, чем у конкурентов из разряда бюджетников. Да и камера у Galaxy A32 я считаю, что получилась довольно-таки неплохой. И довольно-таки хорошо показывает себя на фоне остальных бюджетников. В основном, конечно, это благодаря такому неплохому, я считаю, модулю на 64 Мп, который работает, кстати, в паре с ультрашироким объективом. Да и живет Galaxy A32 довольно-таки долго. И в смешанном режиме использования может проработать даже и пару дней. Так что Galaxy A32 можно спокойненько рекомендовать тем, кого не устраивают вот эти вот строгие ограничения, и кто от мобильника хочет всего да побольше. А если же вдруг так произошло, что вам не нравится вот эта вот самсунговская оболочка, и вы считаете, что корейцы чуть-чуть всегда завышают цену, то обязательно посмотрите следующий наш смартфон. И вот по сути, а Vivo Y31 можно сказать, знаете, меньше да лучше. Этот слоган я вспоминаю, что попросили с девушкой. Так вот, продолжим по поводу Vivo. Значит, например, зачем ставить стереодинамики, если можно поставить один, но хороший? Или, например, какой смысл ставить ультраширокий объектив, если он все равно будет фоткать плохо? Вот точно так же подумали инженеры Vivo и поставили в Y31, как говорится, всего понемногу. И, например, в смартфоне вы не найдете какого-то там крутого стерео, но получите один довольно-таки качественный динамик. Да и основная камера на 48 Мп, я считаю, что фоткает довольно-таки достойно. Ко всему еще инженеры решили, например, не ставить быструю частоту обновления экрана, а ставить в смартфоне обычный дисплей, но зато с Full HD Plus разрешением. В общем, Vivo Y31 можно назвать себе таким праздником минимализма. Ну, не такого, когда, знаете, вот это все урезали для того, чтобы удешевить, а такого разумного минимализма. Когда оставили все, что нужно, и плюс еще за разумные деньги. Ко всему смартфон получил еще и довольно большой аккумулятор, которого в паре с нетребовательным процессором хватает реально долго. И вы знаете, я бы даже сказал, что чип, установленный в Vivo Y31, даже больше подходит для игр, чем то, что поставили, например, в Galaxy A32. А вот следующая модель, тут вообще все наоборот. Она привлечет всех тех, кому нужно все и сразу. Вот ты, к примеру, жалуешься каждое утро, что ты никак не можешь проснуться и взбодриться. Правильно? Ну так в чем проблема? Есть решение. Возьми, включи мои обзорчики и посмотри. Потом позвоните этим через пару часиков в начальник и скажешь, что ты уволен. Вот тут ты как раз-то и взбодришься. Да ничего, не расстраивайся. Зато у тебя появилось время для того, чтобы спокойно смотреть мои обзоры. Не, не надо. Не благодари. Ты подписывайся. Итак, продолжим. Так вот, смартфон вот этот, который все и сразу, это Poco X3 NFC. И вы знаете, он буквально изменил правила игры на рынке бюджетных смартфонов. Например, он разрушил вот этот вот миф, что такие трубки нельзя типа назвать игровыми. Ведь у этого смартфона есть все, чтобы заинтересовать там любителей стрелялок, леталок, короче, и прочих игралок. Не верите? Ну, хорошо, начинайте загибать пальцы. Итак, экран с частотой 120 Гц. Есть. Сенсор с быстрым откликом в 240 Гц. Есть. Процессор Snapdragon 732 тоже в наличии. Быстрая память, выносливая батарейка и даже быстрая зарядка. Ну что, вы мне скажите, что еще нужно для счастья? Да и камеры в этом смартфоне, как за такую цену, можно, я считаю, даже назвать отличными. Что основная, что ультрашири, что фронталка способны делать хорошее фото с достойной детализацией. Правда, конечно, цвета будут такие немного перенасыщенные, но для Инстаграма, я считаю, такие вообще фотографии в самый раз. И еще и ночной режим на главном модуле, ну вот он ведь реально улучшает съемку в темное время суток. В общем, короче, геймеров и фотографов Poco X3 точно не разочаруют. Они вообще теперь спать перестанут, весь день будут играть, а ночью фоткают. И единственное, что я считаю, не особо удалось в этом смартфоне, так это дизайн. Да, я понимаю, что это все на любителя, но вот чисто меня, вот этот вот выпирающий задний блок камер, меня вот раздражает. Да и ко всему задник тут глянцевый и пластиковый, а значит, будет быстро царапаться. Так что без чехла этот смартфон вообще носить нельзя. Ну а следующий смартфон, вы знаете, может, конечно, на первый взгляд вам показаться и слабее. Но я считаю, что это супер смартфон за свои деньги. А говорю я о Redmi Note 10s, который выделяется из толпы и выглядит, я вам хочу сказать, что гораздо дороже, чем есть на самом деле. За что мы скажем спасибо вот этому вот новому дизайну смартфонов Xiaomi. Ко всему в этот смартфон установлена последняя версия оболочки MIUI 12.5. Да и вообще, этот смарт самый новый в нашей сегодняшней подборке. Вон, посмотрите, он даже остыть еще не успел, только из печи, он свеженький. И поверьте, это я говорю образно, потому что проблем с перегревом у этого смартфона нет. Хотя вот игровым его уже не назовешь, потому что встроенный процессор, конечно, пускай и справляется с большинством игр, но если поднять настройки выше минимальных, то о стабильном FPS можете забыть. Но зато, к примеру, интерфейс здесь быстрый, отзывчивый, пускай даже экран здесь только на 60 Гц. Зато, к примеру, Xiaomi не пожаднешь, а он на AMOLED. Да и к тому же, в отличие от своих братьев из линейки Note, этот смартфон имеет функцию устранения мерцания DC Dimming. А вот что касается камер, то знаете, здесь я выдержу такой нейтралитет. Я не буду ни ругать, ни хвалить. Потому что смартфон делает неплохие фото. Ну, правда, главное, чтобы вокруг было достаточно света. Все же, если вы хотите смартфона без всяких тамно, то обязательно смотрите дальше. Ведь дальше я вам расскажу про два отличных, я считаю, варианта. И первым из этой пары будет OnePlus Nord N10. Ну, как минимум потому, что у этого смартфона отличный IPS-экран с частотой в 90 Гц. Все же, главная фишка этого смартфона – это процессор. Во-первых, он хорошо справляется с играми. И, в принципе, подойдет для тех, кто вечерком любит погонять там в PUBG или там в Call of Duty Mobile. Но, во-вторых, он с поддержкой 5G-сетей, которые, пускай, конечно, сейчас и не особо важны, но уже там через пару-тройку лет, извините, это уже будет повсеместный стандарт. Так что лучше, как говорится, готовиться заранее. Ну, правильно? Конечно, лучше готовиться заранее. Если бы мы в девятом году этот битховин купили, мы бы сейчас были бы миллионерами. Биткоин. Битховин. Только вы, кстати, не думайте, что у OnePlus весь бюджет смартфона вложили в процессор. Потому что встроенная камера на 64 Мп делает тоже очень достойные снимки. Притом, как днем, так и ночью. Все же, я считаю, что для многих главной фишкой Nord N10 станет Oxygen OS, которую считают чуть ли не лучшей надстройкой над Android в плане дизайна и скорости. Ну и давайте все-таки не забываем с вами о быстрой зарядке в 30 Вт, без которой в 2021 году, ну, было бы, я считаю, совсем грустно. Все же, вы знаете, следующий смартфон, я уверен, что многим понравится больше, чем все, что я сегодня перечислял выше. И таким себе царем всех бюджетников можно спокойненько назвать Redmi Note 10 Pro. Ну, слушайте, как минимум потому, что это чуть ли не единственная модель, которая вот за такую вот цену, но имеет стеклянную заднюю крышку. И могу сказать, что, несмотря и на остальные характеристики, можно понять, что Xiaomi, ну, явно не экономила на этом смартфоне. Ну, например, это хорошо видно по экрану, который выполнен не только по технологии AMOLED, но еще и получил частоту обновления в 120 Гц. А это уже флагманский уровень, тут уж явно не поспоришь. Что можно сказать, кстати, и об основной камере на 108 Мп на секундочку, которую за такие деньги раньше можно было встретить разве что, да нигде, в общем-то. И знаете, можно сказать, что днем Note 10 Pro просто уничтожает конкурентов. Да и в темное время с ночным режимом дает тоже очень хороший результат. И, собственно, и производительность у Redmi Note 10 Pro тоже на высоте. И пускай, конечно, местного процессора вам и не хватит для запуска абсолютно всех игр на максималках, но вот все-таки большинство игр вам удастся запустить на высоких настройках. Все же, вы знаете, пара минусов, но в смартфоне есть. Ну, например, в смартфоне вы не найдете ни оптического стаба, ни серьезной влагозащиты. Но все-таки я считаю, что нужно сделать скидку на стоимость. И несмотря на все эти минусы, максимально близко к этому легендарному званию топ за свои деньги подобрался именно Redmi Note 10 Pro. И если вы захотите узнать об этом смартфоне поподробнее, то обязательно посмотрите мой обзор, где я максимально подробно рассказываю о всех плюсах и минусах этого смартфона. И помните, друзья, все самое интересное в коробке. Субтитры создавал DimaTorzok